На дом по улице Гагарина, 54, страшно смотреть. Еще страшнее то, что кому-то там и вовсе приходится жить. Здание уже много лет находится в аварийном состоянии. Но переселения жильцы дождаться так и не могут. Вынуждены выживать. Иным образом эти нечеловеческие условия не назовешь. Стены разваливаются, штукатурка сыплется. При малейших осадках течет крыша, постоянно стоит сырость. Казалось бы, за всем этим должна следить управляющая компания. Но от обслуживания дома коммунальщики уже давно отказались, оставив жильцов на произвол судьбы. Ни косметический ремонт, ни по водоснабжению, ни по отоплению. Вообще ничего не производится. Все удобства у нас на улице. Вода на улице. В доме нет ни воды, ни сантехники, ни санузла, ни туалета, ни ванны. Ничего нет. При этом по коммунальным платежам жильцы платят регулярные немаленькие суммы. Только за что? Они так и не понимают. Да, мы платим ежемесячно. Наша семья платит, потому что прописано пять человек. Мы платим две тысячи с лишним. Остальные платят тысяча, полторы, тысячу восемьсот. С наступлением холодов проблем только прибавилось. Трубы в доме никогда и никто не ремонтировал, и тем более не менял. К отопительному сезону они оказались абсолютно не готовы. Одна из труб лопнула, и жильцы остались без тепла. И в этой беде они также не дождались помощи. Куда бы мы ни обращались, ни одна компания, управляющая нами, не занимается. Потому что дома идут под снос, у нас нет управляющей компании. Звонили в администрацию. Администрация сказала, что они не могут нам помочь с этим вопросом. После все же пообещали помочь. Правда, все это ограничилось только словами. Приходил вечером человек с администрацией. У меня соседка вечером пришла, сказала, что она ему оставила номер телефона. Он сказал, что сегодня в первой половине дня он с ней созвонится и отправит компанию Прометей к нам проводить ремонтные работы по отоплению. Но в итоге он ей не позвонил и не прислали нам ни Прометей, ни кого-либо другого. В итоге жителям злосчастного дома пришлось своими силами решать проблему с трубами. Даже за деньги многие сварщики отказывались делать ремонт. Настолько там все заржавело и сгнило. Только через знакомых, надавив на жалость, все же удалось найти работника. Правда, жильцы дома по улице Гагарина, 54, сомневаются, что этого ремонта хватит надолго. Они уже совсем ни в чем не уверены. Алла Маковеева, Тимур Цулханов, Митрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курганру.